Первоклассники. Они уже проучились целый год, полюбили свой класс, свою учительницу Татьяну Новохатко. Татьяна Владимировна тоже когда-то окончила эту школу. Здесь была учителем начальных классов ее бабушка, мама проработала почти 30 лет, а тетя и сейчас трудится в одной из артемовских школ. Татьяна Новохатко – самая молодая представительница этой учительской династии. И таких, как она в школе номер 22 Селокневичи, немало. Хороший молодой коллектив, готовим себе смену. Молодежь очень творческая, огромный потенциал, огромные возможности. И благодаря этому внедряем, реализуем различные программы и проекты. Представители этой активной творческой когорты сегодня влияют на политику школы. С молодыми учителями просто нельзя не считаться, а недостойная смена старшему поколению. Ведь и сын Елены Чехуновый Кирилл три года назад пришел в этот коллектив, чтобы продолжить дело матери. Он считает, что в школе должны работать мужчины. Я считаю, что молодые учителя – это прежде всего новаторы, которые вносят что-то новое в образовательный процесс, что-то… у них лучше гораздо взаимодействие с детьми, то есть они идут ногу со временем и даже опережают его. И благодаря этому всему образовательный процесс для детей становится, может, даже чуточку интереснее и познавательнее. Приходом новых преподавателей, вот мужчин мы говорим, поменялась почти практически полностью система. Он образовался, держава справедливости, школьная дума. Держава справедливости – это идея Кирилла Чехунова, над внедрением которой он работал порядка двух лет. И уже сегодня можно с полным правом утверждать, что этому новаторскому проекту уготована долгая жизнь. Детско-юношеское объединение «Держава справедливости» направлено на патриотическое воспитание детей, начиная с первого класса. У нас в школе создана дума, в которую входят старшеклассники, при том эта дума работает на выборной основе. Мы старались максимально приблизить наше школьное самоуправление к тому государственному устройству, которое у нас в стране. Каждый класс – это город. В каждом городе есть мэр, который выбирают сами дети. То есть у нас все-таки действует демократия. Также у нас в школе проходили осенью выборы настоящие, с бюллетенями, с урнами, в котором дети выбирали президента нашей школы. Наше объединение также помогает воспитывать в детях не только патриотизм в его чистом виде, но также какую-то гражданскую ответственность, саму гражданственность, ответственность за других людей. То есть мы воспитываем не только человека-патриота, но также человека-гражданина нашей страны, который будет нести как за себя ответственность, так и за своих близких. Мне очень нравится, что мы сами участвуем в жизни школы. То есть решаем некоторые проблемы, обсуждаем это. То есть это развивает в себе какую-то ответственность за школу. Ответственность и самостоятельность хороши, когда выбирается правильное направление. И помощь наставников здесь очень важна. Партнерская помощь. Потому Кирилл Чихунов не просто учитель, а старший вожатый. Он и идею подбросит, и реализовать ее поможет. Так получилось с возрождением школьной команды КВР. Два года они всего играют. В этом году они стали чемпионами городской школьной лиги. Выступали в крае, представляли город Артем. Они заняли, я все-таки считаю, хорошее четвертое место. Фишка нашего выступления во всем сезоне стала взаимодействие с залом. То есть в зале у нас сидел человек, который был якобы одной, ну, мамой одной из тех, кто в команде. И все шутки завязывались на ней. То, что мы села, а все команды городские. То есть это принесло нам успех, мне кажется. Все в школе подчинено интересам учеников. И они стараются не подводить старших, не боятся строить планы, мечтать о будущем. И уже сегодня утверждают, что в родной школе им хорошо. Библиотеки будут большие, больше компьютеров, больше интерактивного. Ну, там доски всякие интерактивные, презентации. Ну, в принципе, мне и школа сейчас сильно нравится преподавателями. Мне хочется ходить в эту школу, потому что тут каждый год по нескольку раз проводятся разные интересные конкурсы и мероприятия. Тимуровская работа у нас очень налажена. Мы с Советом ветеранов нашего села Кневичи взаимодействуем очень тесно. Мы взаимодействуем с организацией «Боевое братство». Будущее – это то, что совершается благодаря вчерашним и сегодняшним делам. Без знания прошлого, без уважения к старшему поколению, будущее не построит. Преемственности, крепкой связи не будет. В сельской школе номер 22 – это крепкая связь, преемственность есть. Потому дети идут в профессию вслед за родителями и формируются школьные династии. У меня мама работает в школе, она учитель начальных классов. Ее зовут Мостича Инна Викторовна, учит 2-й и 4-й класс. Хочу учителем стать. Учитель – профессия творческая. И самая главная его миссия – сотворить, воспитать личность. Самостоятельную, активную, порядочную. Так и строится будущее каждого ученика в отдельности и школы в целом. Ведь воспитание – великая сила. Им решается участь человека. Субтитры создавал DimaTorzok